Новый обитатель зоопарка Ельниковской рощи обладает отменным аппетитом. Речь идет о медведе по имени Потап. Что больше всего любит косолапый, расскажет Юлия Важенина. Медведь по кличке Потап появился в Зверинце не так давно. Пять лет он жил в семье новочебоксарских артистов цирка. И с самого детства выступал на сцене. Попав в зоопарк, прошлое не забывает. Прямо перед нами Потап устроил настоящее представление. Были удивлены все, начиная от сотрудников зоопарка, заканчивая посетителями нашего зоопарка. Звер такой, скажем, необычный, потому что он очень большой. Весом он примерно около 300 килограммов. Также ведет он себя достаточно мирно. Сейчас зимой немного он вялый, потому что должен в это время спать. То спячка у нас так и не залег. Он иногда бывает в очень игривом настроении. Иногда очень, по-моему, идет общаться с посетителями. Ну как, через решетку, конечно. А вот живет Потап в двухкомнатной квартире. В спальне один отсек клетки, столовая другой. Чтобы покормить его, мы перегоняем его в один отсек и кладем еду, пока его нет там. Так же происходит и уборка. Овощи и фрукты, хлеб, печенье и любые сладости. Все это любимая еда медведя. Но предпочтение Потап отдает каше из овсянки с рыбой. За день он съедает по 2-3 килограмма этого блюда. Кстати, сейчас в зоопарке проходит акция «Овсянка для медведя». Принести крупу может каждый желающий. Жители и гости города Спутника уже принесли мишке более 50 килограммов овсянки. Мы тоже решили не оставаться в стороне. Собрались и приехали в гости к Потапу. Вот с его любимым лакомством. Собираясь в зоопарк, прихвати что-нибудь для животных, даже если всюду висят таблички не кормить. Уж, наверное, повесили их не животные. Так звучит одно из правил Фореста Гампа. И с ним солидарен каждый из жителей этого зверинца. В зоопарке Ельниковской роще угощением рады все. Но стоит помнить, что есть животным можно не все. Например, Потапу нельзя ничего соленого, перченого, острого и копченого. Юлия Важенина, Этнер Корсаков, Республика.